Мы, люди с ограниченными возможностями, люди, которые используют для передвижения в социуме инвалидные тресла, собрались здесь. Камышане с ограниченными возможностями здоровья все чаще сидят дома, а любой выход на улицу – настоящий праздник с одной стороны и испытание с другой. Как добраться до больницы или учреждения соцзащиты, когда сам ты можешь передвигаться только на инвалидном кресле? По закону колясочникам положен транспорт. Комфортабельные городские автобусы по федеральной программе – городская среда, но местные власти не идут на диалог с людьми. Поэтому инвалиды и родители детей с ограниченными возможностями записали обращение к губернатору Андрею Бочарову в надежде, что их услышат в областной столице. По словам Камышан, чиновники местной администрации делают все для того, чтобы жизнь людей-колясочников стала невыносимой. Ни тротуара нет, но и дойти до этого центра нет возможности. Там нет посещения инвалидов в инвалидных креслах. То есть там посещают люди, которые могут, плохо ли хорошо, но передвигаться ногами. Для нас там опять нет места. Жители города давно обратили внимание на разрекламированный проект формирования доступной среды. По нему в город закупили пять автобусов для инвалидов. Вроде неплохо. Вот только один из них на ремонте с января 2019 года. Во второй человек на инвалидном кресле попросту не поместится. Третий автобус выходит на рейс с неработающим подъемником. Четвертый предназначен для перевозки всего одного человека на инвалидном кресле. А пятый автобус, по словам колясочников, вообще существует только на бумаге. Дальше я хочу сказать, что в последний раз в доступной среде я была у Зинченко на приеме. В разговоре он мне, смеясь в глаза, ответил, а как бы вам еще до этих автобусов доехать, если бы даже из подъезда не выбраться вам. Отчаявшиеся камушане записали видеообращение к губернатору Волгоградской области. Они очень ждут, что помощь из Волгограда к ним обязательно придет, ведь надеяться им больше не на кого. Мы имеем право жить, а не существовать. Мы не сорняки. Да, наши градоначальники нас за таких сорняков и считают, чтобы побыстрее от нас избавиться, побыстрее нас удалить. Но мы не сорняки. И поэтому мы просим вас, объясните градоуправленцам Камышина, что мы в городе есть. Объясните также нашим градоуправленцам, что они обязаны исполнять нормальные правовые акты Российской Федерации касаемо людей с ограниченными возможностями. По словам людей, они ни в коем случае не просят у чиновников понимания, уважения или толерантного отношения. Всего лишь того, что положено им по закону нашей страны. Анна Дребнева, Диана Бакулина, телеканал Волгоград-1.